садисты были всегда и неважно будь то инквизиторы средневековья чекисты нквд или секретные службы цру у всех у них была одна цель заставить человека признаться в чем-либо используя самые жестокие методы пыток и допросов чаще всего пытки применялись к сильной половине человечества но если же в лапы к палачам попадали женщины то здесь садисты старались вдвойне придумывая оригинальные самые изощренные методы издевательств и мучений в пятнадцатом семнадцатом веках церковные суды стремились запугать население стран западной европы поэтому всех женщин подозреваемых в колдовстве подвергали страшным мучением ведь мы могли признать любую женщину даже примерную христианку если у нее были рыжие волосы она была бесплодна родила много здоровых детей имеет родимые пятна косоглазая подозрительно красивая хромая или с другими телесными дефектами и это лишь незначительный перечень причин из-за которых женщин могли подвергнуть пыткам принуждая сознаться в колдовстве или интимных связях с бесами зачастую инквизиторы использовали анатомические особенности женского организма например во влагалище могли засунуть металлическую грушу с винтом которая постепенно расширялась это приспособление повреждала матку и жертва медленно в страшных мучениях умирала от болевого шока и потери крови или же подозреваемую могли посадить на так называемый ведьмин стул сиденье и спинка которого были покрыты шипами также часто использовался трон на нем женщину фиксировали головой вниз поэтому кровь жертвы приливала к голове еще одна пытка связанная с долгим нахождением в неудобной позе происходило на железном устройстве которое называлось аист жертва долгое время находилась притянутыми к животу ногами что вызывало судороги колыбелиуда или так называемый испанский осел использовался инквизиторами по всей западной европе по своему воздействию он напоминал вышеупомянутую металлическую грушу только женщину усаживали на деревянную пирамиду привязав к ее ногам груз вершина такой пирамиды постепенно входила во влагалище и женщина умирала в страшных мучениях часто пальцы жертв заковывали в металлические тиски ломающие кости а на ноги одевали башмаки с шипами которые впивались в пятки снять эти приспособления было невозможно еще одно мерзкое орудие пыток известная под названием железный паук применялась к женщинам которых обвиняли в измене она представляла собой инструмент с двумя большими остроконечными зубцами его помещали в женскую грудь и затем вырывали плоть в средние века самым простым способом заставить замолчать женщину которая вечно ворчит и придирается было так называемая маска позора также это орудие пыток применялась к женщине которая сплетничала в то время сплетен боялись как изобретение дьявола первое записанное свидетельство об использовании маски позора относится к 16 веку иногда в рот женщина над языком также крепили шипы которые причиняли огромную боль женщине когда она пыталась что-то сказать однако пытка маски позора была в первую очередь психологической женщина была публично унижена когда ее выставляли на улицу в таком виде окружающие проклинали и плевали на нее забрасывание камнями или лапидация является одним из самых древних и примитивных методов пыток его суть состоит в том что в голову человека кидают камни хотя мужчин также забивают камнями женщины представляют подавляющее большинство жертв этой жестокой публичной казни в современном мире чаще всего жертвами этого вида казни являются женщины обвиненные в супружеской измене и иногда палачами выступают даже члены семьи жертвы на сегодняшний день 15 стран по-прежнему практикуют забрасывание камнями в качестве меры наказания в их числе нигерия судан иран и пакистан средневековой руси таких изощренных методов не применяли не было в нашей стране и охоты на ведьм но женщин обвиняемых в различных преступлениях могли жестоко избить кнутом не стоит думать что все эти ужасы остались в далеком и мрачном средневековье не только религиозные фанатики инквизиторы прибегали специфическим мерам воздействия на женщин и девушек на этом позорном поприще отличились и отечественные садисты в эпоху массовых репрессий сотрудники нквд принуждали задержанных давать признательные показания по абсолютно надуманным обвинениям они заставляли оговаривать своих родственников и коллег по работе естественно ни одна гражданка ссср не соглашалась сразу признать себя американской шпионкой или участницей троцкистского заговора тем более никто не хотел давать таких показаний против своих мужей отцов и братьев тогда вход и шли пытки сотрудники нквд прекрасно знали что наиболее уязвимыми местами на женском теле являются половые органы грудь пальцы рук и ног а также шея подобно средневековым садистом чекисты мучили своих жертв используя различные методы пыток психологически искалеченная в конец замордованная избитая женщина подписывала любую бумагу лишь бы все это поскорее закончилась еще один излюбленный метод сотрудников нквд закрыть подозреваемую в одной камере с уголовниками которым в менялась в обязанность надругаться над несчастной после такого многие женщины кончали жизнь самоубийством впрочем порой стоило лишь пригрозить задержанный чем-то подобным или отвезти ее в барак с больными сифилисом и она сразу же начинала сотрудничать со следствием если вы полагаете что сотрудники силовых ведомств современных демократических стран ничего подобного не допускают то вас ждет большое разочарование 9 декабря 2014 года комитет по разведке сената сша обнародовал доклад о пытках которым подвергали заключенных в секретных тюрьмах цру американские борцы с терроризмом часто арестовывали подозреваемых без суда и следствия порой абсолютно невиновных людей направляли на специальные объекты расположенные в восточной европе азии и африке специалисты цру разработали расширенную технику ведения допроса в которую входили пытки узников секретных тюрем избивали заставляли подолгу стоять в неудобных позах окунали в ледяные ванны мучили громкой музыкой или абсолютной темнотой душили или имитировали утопление лишали сна зарывали в землю вырывали зубы этот список можно продолжать и продолжать особняком в ряду пыток применявшихся к заключенным сотрудниками цру стоят издевательства и сексуальное насилие причем это мера воздействия применялась как женщинам так и к мужчинам в выше упомянутом докладе комитета по разведке сената сша отмечалось что в некоторых случаях беременных женщин заставляли смотреть на мучение их мужей братьев или отцов а мать одного из задержанных сотрудники цру изнасиловали прямо у него на глазах так они стремились подавить волю молодого мужчины подобных случаев может быть множество ведь они не афишируются и далеко не обо всем узнают в сенате сша во время допросов женщин в первую очередь стараются запугать американские силовики например пытаются внушить задержанной что ее участь уже решена и от показаний ничего не зависит иногда девушки могут вколоть физраствор и выдать его за сыворотку правды или обычные витамины выдаются за яд женщину заставляют их принять насильно а потом говорят что получить противоядие можно лишь пойдя на сотрудничество допросы порой ведутся по несколько часов сотрудники цру задают непонятные вопросы не дают продохнуть или оставляют без еды и воды измотанные женщины пугаются стоит лишь намекнуть о возможных пытках при этом считается что угрозы смертью недопустимой у жертвы должна оставаться надежда если она даст необходимые показания то все может измениться в лучшую сторону но кому нужны лишние свидетели на этом у меня все если видео было вам интересно поддержите нас лайком и не забудьте подписаться до новых встреч